Дроны. Эти маленькие летательные аппараты уже давно вышли за рамки простых игрушек. Они стали настоящими помощниками в самых неожиданных сферах жизни. В этом видео вы увидите самые захватывающие и впечатляющие моменты, заснятые с высоты птичьего полета. От удивительных природных пейзажей до потрясающих видов с высоты. Дроны открывают новые горизонты и позволяют нам видеть мир с абсолютно другой точки зрения. Готовы увидеть нечто невероятное? Тогда полетели! Этому коту точно повезло с хозяином. О такой эксклюзивной доставке еды можно только мечтать. Ах, если бы не эти пропеллеры! Пожалуй, трудно себе представить более комфортные условия для рыбалки. И каким бы ни был клёв, этот полет точно запомнится рыбаку надолго. Дубай давно вышел в лидеры по новейшим технологиям. Вы удивитесь, но здесь люди уже научились летать. Посадка самолёта никогда не выглядела так впечатляюще, если за ней наблюдать земли. Если мы знали и слышали о том, что кит питается планктоном, то эти кадры позволяют увидеть, как это происходит. В этом году в районе Крэгги-Хилл в Северной Ирландии был зажжён самый большой костёр в мире, установивший мировой рекорд по высоте – почти 62 метра. Пожалуй, сложно представить себе более яркий фейерверк по случаю открытия соревнований, чем этот. Понаблюдайте за работой тайландских фермеров с высоты птичьего полёта. Пожалуй, самая быстрая доставка цемента на соседнюю стройку. Адреналин в чистом виде выглядит именно так. Какие отчаянные и, тем не менее, точные сёрферы. Да, вы правы. Орлы просто на дух не переносят квадрокоптеры. Удивительное зрелище – одновременный взлёт трёхсот дронов. Рекордный снегопад – не такая уж и проблема, когда в наличии есть такая техника. Хотели бы побывать на таком необычном пиротехническом шоу. Этот фейерверк просто волшебный, ведь он создаёт картинку, напоминающую огненный водопад. Нереально красивое зрелище. Вот это мастерство и слаженность команды. Мне даже сложно представить, какую трудную работу пришлось проделать этим ребятам, чтобы построить такую фигуру в воздухе. Выглядит просто нереально круто. Если решаться на отважный и рисковый поступок, то без промедления. Иначе страх может победить жажду приключений. А как можно вообще отказаться от возможности увидеть такую красоту? Хотя времена изменились, но тяга к воле и свободе живёт в каждом из нас, и это очень здорово – иметь возможность ею насладиться сполна. Вот это бесстрашный парень. Совершить прыжок с парашютом с огромной высоты уже очень рискованно. А тут ещё и пробежка по движущейся лопасти ветрогенератора. Ух, у меня аж дух перехватил от увиденного. А это видео, будто взятое из научно-документальной фантастики, вызывает много споров и недоумения. Что это? Врата в другой мир или проделки инопланетян? А как вы считаете? Пишите об этом в комментариях. То, на что способны эти ребята, вас приятно удивит. Какой ловкостью и мастерством они наделены. Ведь создавать такие яркие, необычные, живые картины не так уж и просто. А как насчёт того, чтобы прокатиться на таком велосипеде? Сегодня почувствовать себя вольной птицей может абсолютно каждый. Возможно ли управлять сотней дронов одновременно? Конечно. И даже создавать при этом захватывающую иллюминацию. Спорим, вы никогда раньше не видели более масштабную зрелищную тренировку мастеров кунг-фу. Сначала крокодилы на дроны зубы точили. Теперь и собаки не отстают. Экстрим – это когда прогулка по краю буквально. Можно было и пониже спуститься. Но давайте честно. Такие виды запоминаются навсегда. Хотя сердце до сих пор в пятки уходит. Смотреть военные учения с дрона – как попасть в кино про войну в режиме реального времени. Танки демонстрируют свои умения, а ты чувствуешь себя режиссёром экшн-сцены. Затопление корабля – всегда захватывающее шоу. И этот случай не подвёл. Красавец ушёл ко дну, оставив за собой всплеск и тишину глубина. КОНЕЦ О, ностальгия по детству. Плескаться в грязи, как в те времена, когда родители запрещали. Но теперь вопрос на миллион. Ребят, с чем же вы потом домой пойдёте? С новой кожей или с увесистым слоем грязевой маски? Вот это я понимаю. Отдых с фантазией. Лаунж-зона уровня «Сделай сам», да ещё и с таким видом, что любой курорт обзавидуется. Хотя ванная тут, кажется, тоже из раздела «Экстремальные приключения». Вот это да! Лобят волну так, будто родились с доской под ногами. Когда сёрфинг не просто спорт, а просто чистое наслаждение, каждый грибок превращается в праздник. Видели когда-нибудь акулу на расстоянии рукопожатия? Подводный дрон показал нам этот опасный балет из безопасной зоны. Зубастый хищник. А мы тут как зрители первого ряда. Пока дрон парил в небе, казалось, что подводный и зубастый обитатель не обращает на него внимания. Но крокодил лишь ждал идеального момента, чтобы напомнить, кто здесь настоящий хозяин. Когда сёрфинг в одиночку приедается, почему бы не дать уроки своему четвероногому другу? Пёс на доске – отличная компания и повод для зависти всех на пляже. Кадры, конечно, потрясающие. Теперь за жизнью морского великана можно следить в режиме реального времени. Либо эти кенгуру освоили мастерство водных прыжков, либо у них важные дела. Но одно ясно абсолютно точно – смотреть за ними с дрона чертовски увлекательно. Как вам такой способ отлова? Безопасно, безболезненно и с креативом на максимум. Кажется, что скоро животные поймут, что лучше соглашаться на эту авантюру добровольно. Даже шаурма уже покорила космос. А ты всё ещё сомневаешься, что попробовать что-то новое, поздно и бессмысленно? Время крутить не только лаваш, но и собственные границы возможностей. Спортсмены бегут по дистанции, а дрон ловит их с высоты. Их тени на земле уже не просто бег, а настоящее теневое искусство. Где ещё играть с друзьями, как не на подвесной качеле над пропастью? Идеальное место для адреналиновых посиделок, где высидеть каждую секунду – уже вызов. Это как раз тот момент, когда нужно оставить страхи за бортом, шагнуть в неизвестность и просто впитывать каждое мгновение. И красоту вокруг, и драйв от происходящего. Установка солнечных панелей дронами? Да легко. Эти крылатые трудяги уже давно доказали. На них можно положиться, как на надёжных партнёров. И даже в самых непростых ситуациях. Кто бы мог подумать, что из подводных глубин выберется такой великан? Угадывать, кто он, сложно. Но любоваться этим гигантским чудом – однозначно интересное занятие. Фейерверки только для ночи? Пора пересмотреть свои взгляды. Эти яркие вспышки дня точно заставят вас изменить мнение о пиротехнике. Согласны? С помощью дронов можно совершать не только спасательные операции или снимать прекрасные виды, но ещё и делать такую нереальную световую рекламу прямиком в воздухе, как это уже сделали в Китае. Для быка это была явно первая встреча с дроном. Что здесь вообще происходит? Но, во всяком случае, слаженность их действий поражает. Современное искусство, которое сейчас можно сотворить с помощью дронов, не прекращает поражать сознание своей удивительностью. Это что-то на грани реальности и футуристической выдумки. От такой съёмки с высоты птичьего полёта создаётся впечатление, что это совсем не спортсмены на лыжах, а маленькие муравьи. Теперь водному потоку ничего не мешает. Быть оператором на таких экстремальных съёмках – дело очень опасное. Это однозначно самый торжественный и весёлый снос здания, который вы когда-либо видели. Эта акула хоть и немного меньше крокодила, но совсем не побоялась напасть на него сзади. С помощью программирования и капельки креативности даже из обычных дронов можно сотворить такую красоту на уровне высокого искусства. Вы только посмотрите, какую слаженную синхронность демонстрирует не одна дюжина этих белоснежных уток. А момент, как они ловко взлетают, напоминает нежный танец парящих танцовщиц. Кажется, более удачного места для подвесного моста не стоит и искать. Здесь удачно соединились прекрасные горные вершины, захватывающая дух высота и чарующий вид на небесно-голубое озеро. Понаблюдать за жизнью опасных животных в их природной среде обитания – очень ценная возможность, которую подарил нам мир дронов. Данные кадры вызывают впечатление, будто это искусно нарисованная картина известного художника. Но это реальная съёмка города-призрака, который был покрыт снежным одеялом, что придало ему ещё больше красоты и таинственности. Уникальные ощущения от путешествия по канатной дороге в открытой кабине можно испытать, посетив Швейцарию. Этот аттракцион для самых отважных находится на вершине горной системы на высоте почти 2000 метров, откуда открывается нереально красивый и захватывающий вид. А как вам такие трюки? Чтобы даже попробовать повторить подобное, нужно много и усердно тренироваться. Поэтому этот парень заслуживает большого уважения и восхищения. Думаете, это мастер что-то строит? Отчасти да, и это что-то – настоящий шедевр искусства. В Колумбии есть интересное место, называемое Пальмовой долиной, где растут уникальные восковые пальмы. Их высота может составлять до 80 метров, что равно 25-этажному дому. А учитывая, что долина расположена в горах Анды, то создаётся впечатление, будто они касаются самого неба. А эти деревья привлекают своим причудливым внешним видом, который объясняется приспособленностью к выживанию в самых суровых условиях. Баобабы могут достигать 20 метров в высоту и 11 метров в диаметре. А продолжительность их жизни может составлять несколько сотен и даже тысячу лет. Представляете? Эти деревья поражают воображение, ведь являются самыми высокими в мире. Их название – секвои. Они могут достигать высоты в 95 метров и диаметра более 10 метров. А рекордсмен достиг отметку в 115 метров, что действительно впечатляет. В это сложно поверить, но в горах Китая находится Висячий храм – один из самых удивительных монастырей в мире. Он расположился над обрывом и был построен полторы тысячи лет назад. А начал строительство всего лишь один монах. Это место не для слабонервных, но если вы готовы к испытанию, то будете вознаграждены одним из самых захватывающих видов и поистине незабываемыми впечатлениями. Возможно, если на гору ведёт лестница, то это значительно облегчает подъём. Но это не всегда так, ведь преодолеть такое огромное количество ступенек – задача тяжёлая. Природа – лучший творец. Подтверждением этих слов является существование одного из наиболее известных природных мостов, состоящим из известняка. Находится он в Вирджинии на высоте 65 метров и очень привлекает посетителей своей красотой. Вода в Средиземном море в некоторых участках настолько чистая и прозрачная, что кажется, будто яхты и лодки не плывут по воде, а парят в воздухе. Это зрелище похоже на праздник из сказки. Разве это не мечта любой маленькой девочки? Миграция бабочек-монархов – это нереально красивое зрелище. Оранжево-чёрные насекомые окутывают зелёную растительность на своём пути, будто пеленой. А их полёт подобен кружению тысячи ярких конфетти. Этот шедевр инженерной мысли высотой 100 метров, находящимся над ущельем, надёжно соединяет две части испанского города Ронда. Опытным инженерам и строителям понадобилось 42 года, чтобы возвести этот уникальный мост, который крепко стоит на месте уже более 200 лет. В густых джунглях Камбоджи спрятались от посторонних глаз неизведанные храмы и сооружения древней цивилизации, одним из которых является Ангкор-Том. Представляем вашему вниманию эпический запуск водосброса гидроэлектростанции в Китае. Арочная плотина на этом объекте является самой большой в мире. Её объём составляет 7 миллионов кубических метров. Те, кто когда-либо пробовал стоять на лыжах, даже боятся представить, насколько сложно выполнить такие трюки. Но здесь же Санта-Клаусы, а для них нет ничего невозможного. В свободное от работы время полицейские не прочи немного развлечься. Возможно, именно так выглядят врата в рай. Как думаете, что делает этот корабль? Он создаёт радугу вокруг себя. О, высота птичьего полёта этого мне шезлонг на пляже. Как видите, сами на пляже и яблоку некуда упасть. Зато отдых и полный релакс запомнятся надолго. Знаете, что говорят? Надо научиться замечать прекрасное. И этот шедевр – живое тому доказательство. Любопытство львицы и дрон – история полной абсурда и смеха. Хищница явно решила. Летающий бутерброд? Почему бы не попробовать? В результате сами видите, что получилось. Казалось бы, обычное видео. Но птица явно решила, что в небе может быть только один главный герой. Без лишних церемоний. Заброшенные места словно капсулы времени, где ржавчина рассказывает свою историю. Ощущение, будто сам мир когда-то забыл эти уголки и оставил их для самых отчаянных искателей приключений. А вот еще один пернатый товарищ, который решил, что на его владение залетел непрошенный гость. Долго терпеть наглеца он не стал. Начало камнепада с вершины горы выглядит устрашающе и довольно эпично. Хотели бы вы почувствовать себя на вершине мира? Для этого в Китае есть невероятное место, которое называется «Рука Будды». Но будьте осторожны, ведь специального снаряжения для этого подъема нет. А как насчет того, чтобы прогуляться по облакам? Детские мечты теперь вполне реально осуществить. А это сооружение – радиолокационная станция системы «Дуга». В советское время было сверхсекретным объектом. Предполагается, что она была создана с целью обнаружения ракетных угроз на расстоянии около 4000 км. Но в результате аварии на ЧАЭС проект был заморожен, и сейчас заброшенная станция остается призрачным напоминанием о прошлой эпохе. Любопытная традиция имела место в древние времена в юго-западной части Китая. Там существовала практика оставлять деревянные гробы на скалах для того, чтобы душа покойного быстрее поднялась на небеса. Они сохранились там до наших дней, и, честно говоря, выглядит это зрелище пугающе. А этот загадочный объект – крупнейшее в мире авиахранилище, находящееся в Аризоне, которое раскинулось на территории более тысячи гектаров. Благодаря полёту дрона мы можем наблюдать за замысловатыми узорами, которые создали припаркованные самолёты. В густых лесах Перу были обнаружены загадочные руины, где раньше обитало общество инков. Террасы, площади и замысловатая каменная кладка демонстрируют сложные архитектурные навыки предков. Гроты Майдзишани – удивительное место в мире. Здесь, в буддийских пещерах, хранится впечатляющая коллекция из более чем 7 тысяч буддийских статуй и огромное количество фресок. А соединены они простыми дощитыми дорожками. Эта спичечная Эйфелева башня, впечатляющая своей схожестью с настоящей, была построена аж за 8 лет из более чем 700 тысяч спичек. Представляете? Но согласитесь, оно того стоило. Вау, какой обворожительно красивый пейзаж нарисовала своими красками природа. Просто какое-то волшебство. Где еще вы сможете насладиться такими красотами с высоты птичьего полета? Солнечные панели установлены как надо. Но надо признать, виды с высоты делают это зрелище по-настоящему незабываемым. В отличие от своих предшественников, дикий волк решил, что знакомство с надоедливым дроном не для него. И как истинный хищник, просто унесся, оставив за собой только ветер. Вот он, настоящий раритет. Транспортное средство успело так разложиться с течением времени, что стало лишь более впечатляющим. Тот случай, когда время творит чудеса. Что может быть лучше, чем выписывать крутые виражи на песчаных дюнах? Водитель – виртуоз. А зрители – восторженные поклонники. Каждый маневр словно танец с песком. А от адреналина у всех уши сворачиваются в трубочку. Огромный кит явно почувствовал себя звездой перед камерой. Мало того, что показал все свое китовое веселье, так еще и радугу организовал прямо в процессе. Любопытство этого морского жителя бьет ключом. То ли клюнуть, то ли обнюхать эту странную летающую птичку. Ведь не разберешь сразу, стоит ли заводить с ней знакомство или держаться на безопасной дистанции. Порой дроны мастерски ловят такие кадры, что просто захватывает дух. А нам остается только налить кофе и наслаждаться этими моментами с экрана. Природа явно была в настроении нарисовать что-то фантастическое. Это розовое озеро, словно из другой планеты. Кто бы мог подумать, что такие краски существуют в реальности. Подрыв зданий уже само по себе зрелище. Но с дрона каждый взрыв превращается в настоящий художественный кадр. Вид сверху добавляет драматизма. Не правда ли? А вот и другой эпизод для любителей взрывов. На этот раз подземные работы. И хотя разрушений зданий не было, все равно захватывает дух. Хотели бы прокатиться на такой водной горке? Новый кампус компании Apple. Диаметр превышает диаметр Пентагона. Передвигаться внутри Apple Park сотрудники будут на велосипедах, электромобилях для гольфа и шаттлбасах. Насладитесь красотой и живописностью этой непальской горной деревни. Прокатиться на доске для серфинга в компании веселых дельфинов. Что может быть круче? Кладбище кораблей. Таинственное и мистическое зрелище. Наверное, они даже не догадывались, какая опасность кружит прямо под ними. Сложно найти более удобное место для тишины и уединения. В центре китайского мегаполиса Чанчжоу построили площадь культуры. Помимо классического зеленого ландшафта с водными элементами, здесь есть шесть 50-метровых зданий. По внешнему виду они все почти одинаковы. Похожи на гигантские полуарки благодаря консольной конструкции. А вместе все шестеро образуют единое визуальное целое из бетона, стекла и камня. Иногда люди готовы совершать удивительные поступки на грани жизни и смерти, чтобы просто испытать острые ощущения. Это множество отелей выглядят как настоящий сказочный и волшебный замок. Именно с помощью дронов можно достигнуть такой плавной и качественной съемки с разных ракурсов. Такого необыкновенного аттракциона вы еще не видели. В этом регионе в сезон дождей уровень моря поднимается настолько сильно, что машинам приходится не ехать по дороге, а плыть. А как вообще их доставляют на самый верх высоток? Какие же все-таки невероятные места существуют на нашей планете? Этот олень просто в ярости. Кто-кто, а он точно не фанат гольфа на своей территории. кто-то знает, почему они все собрались в этом узеньком водоеме? Фаворитом по посещаемости туристами в Китай является южная провинция Гуандун – копилка достопримечательностей, которая пополнилась головокружительным аттракционом – стеклянным круговым мостом. Только оцените грандиозность этих кадров. Флотилия из 900 судов отправляется в плавание. Нет, это не судебные приставы. Просто дом нужно перевезти в другое место. Наводнение для Саудовской Аравии крайне редкое явление. Посмотрите на его масштабы с высоты птичьего полета. В Китае дроны уже начали совершать настоящую революцию в сельских работах. Пример, чему мы видим на видео. Умы современных архитекторов просто поражают своей креативностью. Трудно даже сосчитать, сколько же там всего едет грузовиков. А пустые уже мчат на подмогу. Оу, только посмотрите на это милое видео. Пока девушка училась снимать видео с дрона, парень решил не терять момент и сделать ей предложение руки и сердца. Дедушка не на шутку испугался такого летающего приспособления и уже собирался отбиваться. Эта скала в Норвегии является очень популярным экстремальным местом для туристов. Как он настолько спокойно может сидеть над обрывом? Архитектор этого здания настоящий гений. Ведь это буквально парящий в воздухе бассейн, который объединяет два здания между собой. Да, это настоящий мини-городок внутри одного здания. Ехать по такой дороге та еще пытка. Но зато на съемке сверху выглядит очень красиво. Одна из целей на жизнь побывать на фестивале воздушных шаров и любоваться этим волшебным видом вживую. Увидев такой огромный кратер даже просто на видео уже вызывает огромнейшую жуть. Люди на лодках не имеют и малейшего представления, какие природные великаны находятся прямиком под ними. Да, эти кадры выглядят так, как будто их только что взяли с какого-то боевика, а не сняли в реальности. Ничего необычного. Просто у морских котиков по плану отдых и развлечения на пляже. Достаточно необычный, но однозначно очень эффективный способ уборки дома. Теперь дроны можно использовать и для перевозки строительных материалов, что значительно ускоряет работу и улучшает ее качество. Этот процесс парковки грузовиков напоминает настоящую головоломку по типу Тетриса. Никогда не знаешь, чем тебя может удивить дорога посреди пустыни. У этой черепахи настолько сильная аура, что миллионы рыбок в округе буквально оплывают ее стороной. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Если вдруг захотите побыть изолированным от всего мира, то вам точно к этому маяку на скале. Этот огроменный мост является одним из самых длинных в мире. Хоть ехать по нему и долго, но выглядит это потрясающе. Оказывается, Ниагарский водопад красив не только, если смотреть на него напрямую, но еще и если посмотреть на него с неба. Этот мост возле горы в Китае – настоящий архитектурный шедевр современности. Интересно, что же произошло на этом месте, что образовался такой огромный кратер? Если на Земле законы свои, то в воздухе тоже свои. И незнакомцам здесь вряд ли рады. Готовы поспорить? С такого близкого расстояния сход лавины вы не наблюдали никогда? 27,5 метров всего за 20 секунд? Хм, таким суперспособностям могут позавидовать разве что герои голливудских блокбастеров. Porsche Speedster 1957 года в качестве элемента декора лакшери апартаментов? Вы серьезно? Как вы себе представляли дорогу на пляж на острове Бали в Индонезии? Лучшей идеи не придумаешь. Пожалуй, это самое приятное и экзотическое соревнование, которое можно себе только представить. Хотели бы прокатиться с ветерком на карте по такой крутой трассе? Только посмотрите, какие невероятные тени проецируют эти жирафы, спокойно шагающие по саванне. Этот дом находится в США в штате Огайо и является штаб-квартирой компании Longaberger, являющейся лидером в Америке по изготовлению корзин. Окунитесь при помощи дрона в мистику самых красивых ледяных пещер Исландии. А вы бы рискнули провести здесь свой отпуск. Дроны – бесценный инструмент для удаления обледенелостей с высоковольтных линий электропередач. А как вы проводите свой отпуск? Взгляните с высоты птичьего полета на удивительную гору Фуджи в Японии. Следы пришельцев или знаки для будущих поколений? Если ваш квадрокоптер для вас особо ценен, позаботьтесь о средствах безопасности. Просто понаблюдайте за отдыхом морских котиков. И сами не забывайте об отдыхе. Только взгляните на количество оазисов в этой пустыне. Любители зимней рыбалки, вы здесь? А вы хотели бы понаблюдать за строительством лайнера? Любимого питомца так легко потерять. Но найти так просто при помощи современных технологий. Дроны полностью изменили современные методы изучения жизни китов. Демонтаж мегаконструкций выглядит с воздуха еще впечатляюще. Тот случай, когда недолгая идиллия в одночасье была нарушена хозяйкой водоема. Хотели бы жить в таком невероятном доме посреди озера. Только посмотрите, какие шедевры способна создавать матушка природа. Настоящая зимняя сказка выглядит именно так. Только полюбуйтесь этим уникальным видом. Таким водопадом можно любоваться бесконечно. На колумбийском Санта-Крус-дель-Ислоте живут около тысячи человек. А там нет канализации, больницы и электричества по расписанию. Трудно себе представить более умиротворяющего места, чем это. Фолкеркское колесо – первый в мире вращающийся судоподъемник, соединяющий каналы Форт Клайд и Юнион. Его назвали в честь соседнего города Фолкерк в центральном районе Шотландии. На этих кадрах последствия прорыва дамбы в Иллинойсе. Хотели бы заняться йогой на этой горной вершине. Пожалуй, это самая оригинальная идея для корпоратива. Как, по вашему мнению, выглядит лучшее свадебное путешествие? Интересно, сколько времени понадобится, чтобы подняться по этой лестнице? Кадры получились красочные, а вот дрон придется отдавать в ремонт. Только взгляните на эту невероятную красоту. Хотели бы здесь оказаться? Насколько спокойно и величественно выглядит сползающая со склона лавина? Насколько удивительно и романтично выглядит этот рыбий танец? А если пропустить свой поворот? Удивительно, сразу четыре лошади оказались посреди этого водоема. Нет, это не город из фантастического фильма. Это Шанхай. Это выглядит как путешествие на Марс. Но такие красоты находятся в штате Калифорния. На такой дороге приятно даже в пробке постоять. Что это? Древнее существо или чудеса современной архитектуры? Есть такие места на планете, которые обязательно нужно посетить. Пожалуй, это самый необычный объезд, который вам когда-либо приходилось видеть. Вау! В таком ракурсе вы точно еще не наблюдали за перипетиями авторалли. Железнодорожный вокзал Пекина с высоты птичьего полета – невероятное зрелище. Лучшие утренние пробежки себе трудно и представить. Вау! Как им удалось туда взобраться! Спуститься с небес на землю при помощи дрона – совершенно реально. Поднялись бы по такой необычной лестнице. На земле есть такие места, в существовании которых сложно поверить, пока их не увидишь воочию. Для профессионала не существует границ, и любая высота способна покориться. Только взгляните на эти удивительные кадры. Стая птиц показывает невероятные фигуры пилотажа. Только посмотрите на эту удивительную синхронность. Сколько же всё-таки мощи у воды – действительно завораживающее зрелище. Сколько задач может решить дрон? И сколько человеческих усилий сэкономить? Айсберги, словно огромные бриллианты, очаровывают зрителя и наполняют этот пейзаж ледяной мистикой. Хотели бы жить в таком доме посреди автострады? Любителям активного отдыха точно захотелось бы принять участие в этом массовом заплыве. Самый длинный в мире надводный мост находится в Китае, и его длина составляет 46 километров. Настоящие джунгли из металла и стекла – никак иначе это не назовешь. А на такой – тем более. Северные районы Индии – это удивительные по своей красоте места. А что вы знаете об активном и экстремальном отдыхе? Ледяная и мистическая красота Гималаев никого не оставит равнодушным. Стоит отдать должное таланту и творческому подходу оператора этого дрона, снявшему такие удивительные кадры. Этот парень явно рожден для того, чтобы летать. Сколько красоты и грации в этом невероятном видео. Настоящая морская идиллия. Перфекционизм или дисциплина? Как же хочется сейчас туда, прокатиться по небесно-синему бескрайнему океану, а не вот это всё. Иногда то, что удалось заснять с помощью дронов, вызывает много вопросов и догадок. На Земле есть такие места, о которых человечеству, наверное, лучше не стоит знать. Ещё одна экстремальная лестница, подняться на которую отважатся лишь смельчаки, находится в Швейцарии. Она довольно старая, а тропинки узкие. Так что боящимся высоты лучше поберечь свои нервы. Мы, конечно, не будем гадать, чем прекрасная парочка занималась на скале. Просто надеемся, что это было безопасно во всех смыслах. Ну а с дрона-то всё виднее. Агротехника в деле. Пока машины дружно загружают урожай, мы просто наблюдаем и восхищаемся. Техника на ура, работники молодцы. А урожай-то какой? Просто загляденье. Подняться на уже плывущий корабль – задача не для слабонервных. Но чудак перед нами, похоже, делает это с такой уверенностью, словно каждое утро так на работу добирается. Как говорят, капитан всегда идёт ко дну вместе с кораблём. Так и стойкая лягушка не сдаётся. Верно, держай за свой плод, пока есть шанс. При полёте дроны могут запечатлять самые различные моменты человеческой жизни. Иногда даже не самые удобные. Так волны ещё точно никто не покорял. Нет, это совсем не детский набор для Лего. Это всё настоящие дома, которые существуют в реальности. Кому и для чего понадобилось такое огромное количество дронов? Их тут просто сотни, если не тысячи. Какой-то умелец сумел заснять удивительный момент возвращения птиц домой после зимнего перелёта. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok